Наши вам с кисточкой! На волне королика о Роджера стали чаще появляться фильмы с анимацией и живой игрой. В процессе готовки королика мне на глаза как раз попалось вот это кинцо, родом из 90-х. Наш сегодняшний гость выходил сразу на ВХС, естественно. В высоком стуле сидел настолько плодовитый человек, что он успел обзавестись несколькими десятками псевдонимов. Ничего удивительно с такими-то работами. На главных ролях были порно-акторисы. И... а как вас-то сюда занесло? Ну, ясно, куда ушла львиная доля бюджета. Девчонки-сиськоноски много не взяли, а девушка-главнюка съемочной площадки и вовсе работала за еду. Что ж, руки на стол, а мы начинаем. Начинается фильм с того, что некий... Хотя нет, подождите, фильм начинается с некого послания создателей. История правдива. Я искренне верю в это. А уже потом некий мужчина держит во руках книгу мертвых? Та ему, я хочу пиццы? А что, здесь заморачиваться с переводом не стали? Let your conscience be your guide. И я не буду. Мужик, поняв, что рано или поздно Эш Уильямс его найдет и даст смачных пиздюлей, сказал, фиг тебе, а не пицца, и повешался. Спустя, на самом деле, неизвестно сколько лет, но похоже, что очень много, дом выставляют на продажу. И для подготовки дома нанимают главных героинь. Ну что, мальчики, приехали. Дом у нас, как и положено, с жуткой жутью. Здесь была семья. Они исчезли посреди ночи. А что с ними случилось? Исчезли. Ты что, не слушала? Даже CD-плеер оставили? Да ладно. Да, и нужно же представить главных героинь. Итак, блондинка. Вторая блондинка. Держу пари. Вы тоже будете путаться, кто из них блондинка один, а кто из них блондинка номер два. Черненькая из Виагоры и рыженькая. Мне особенно нравится знакомство с соседом. Джентльмин во всех отношениях, даже сумке помог донести, намекает, что он зашел не просто так. Пришел запомнить ваши лица, и на случай, если надо будет вас идентифицировать. Сыр. Пиво. Масло? Не спрашивай. Ага, спалилась? Вот кто ночью холодильник опустошает. Кстати, вот вам бомжовый лайфхак. Берешь кусочек хлеба, желательно корочку, намазываешь мягким маслицем и сверху посыпаешь солью. И все. Вот вам общажный вариант бутера с красной икрой. Не благодарите. Знаю, что и не собирались. Далее нас ждет несколько прикольных шуток на тему темного подвала. Ну я думаю, надо начать с подвала. С подвала? Это ужасное, темное место. Туда нужно идти днем. Ну почему? Все начинается, когда симпатичные телочки идут в темный подвал. Что, мы сейчас найдем какой-то тайник и все будем одержимы демоном? Господи, какая вонищая. Ой, да ладно. Тут, по крайней мере, нет пауков, от которых можно споткнуться. Какой смысл, парни, если я тут спотыкаюсь о пауков? И сейчас девчата занимаются тем, чем обычно занимаюсь я. Опять гроза. Каждый раз, когда ты сидишь в страшном доме, гроза. Ну это, знаешь, такая традиция. А ну хватит отбирать мой хлеб. В подвале девахи находят непонятный сундук с надписью. Во имя Бога. Не открывайте этот сундук ни за что. Подобные надписи звучат как призыв. Книгу нужно обязательно прочитать, сундук обязательно открыть. В сундуке лежит старое одеяло и нож из фикс-прайса. Хотите посмотреть на меня? Ютуб не хочет. А ну в описании. Я могу вам помочь? Мы можем вам помочь? Доставка. Такого почтальона надо встречать со словами. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Ну это ж типа фильм ужасов, так что, как уже было сказано, книгу надо прочитать. Что плохого в том, чтобы почитать? И разумеется, человек, знающий неизвестный язык, есть. И откуда вы такие беретесь? Половины ужастиков бы не было, если бы не вы. А порно-картинки есть? Девчонки идут спать. А самая одетая остается ждать своего мужчину. Да боже, девочки, учитесь. Бутылку в тапку и об стенку донышком. Раз, два, и готово. В вашем же доме стены не из картона, его на несколько фильмов сняли. Вы еще помните, что здесь анимация, а-ля Кролика Роджер? Вот. И, собственно, это все. Я понимаю, что дизайн стоит денег, но я не понимаю, как их не засудили Луни Тьюнс. Я не пойму, она жена Лейгута? Есть такой рыцарь, Лейгут. Здесь я трахаю его женушку. А она та еще крикунья. Но, несмотря на эти крики и вот эти крики... Что-то неладное чувствует только рыженькая. И это убивает всю интригу, ибо кто должен остаться в живых, не догадается только идиот. Скромница. Умница. А Тасс принимает облик своей жертвы и встречает вторую. Так как у молодого человека вся коровь с головы перетекла в нижнюю голову, которая... Вот тебе сюрприз. Думать не умеет. Мужчина принимает боевой раскрас на Хэллоуин за новый лосьон. Что? По-моему, только что Биф кричал. Ну и что такого, он же с Роксаной. Я не знаю, чей он муж. Рыженькая же не будь дурой, как Данила Козловский, ушла, бросив гордое... Я посадь. Я бы так и поступила на твоем месте. Ну почему этому парню никогда не давали Оскара? Потому что ты не гей. Хотя, учитывая следующую сцену, я не уверена. Биарына. Нанимателя нашей компании вызывает сосед. Дескать, разберись со своими совами, а то он, видите ли, спать хочет. Делать нечего, надо разбираться. Пускать на сие действия мужичка жена не хочет. Она ему аргумент. Но Берт, сегодня же пятница. Он не соглашается. Она ему еще аргумент. Берт. Пятница. Он опять не соглашается и убегает, пока женка не вернулась с алмазным буром. Ты себя погубишь этой штукенцией. Кстати, вернемся немного назад. В фильме, что идет по телеку, снимается тот же самый актер, что сейчас играет нанимателя. Прикольный гэг для американцев, постарший и просто фраза для нас. Решив, что хватит сношаться с чужой женой, Рыженькая спускается вниз. И похоже, наш любовник поменял даму Сиарца. С чем не согласна блондинка и вторая блондинка. Это единственное, что тебя волнует, как назло заваливается наниматель. Мне одной это напоминает вот это. Пустите меня, я хочу проверить, все ли в порядке. Мы не можем, мы не одеты. Нет, ничуть не подозрительно. Хоть бы стул мужику вынесли. Знаем мы, как женщины одеваются. Хотя в данном случае у них есть оправдание. На их счастье или не совсем, нанимателя забирает одержимое черненькое. И посредством недолгих убеждений кончает. Мужика сам виноват. Чем вот это отличается от этого? Хотя, если его жена балуется алмазным буром, все, мужик, вопрос отпал. Тем временем девчата находят бельишко своей подорожки. Вернее, то, что от него осталось. Вы думаете, это Биф напал на нее? Да нафига ему на нее нападать? Она и сама дает все, что нужно. Вы, конечно, это видели? Вау. Очень странно. Я думаю, что это древняя книга демонических заклинаний конца 17 века. Так, девахи, отберите у него все. Хватит с вас и одной из шибкоумной. А где же Хинчоу-Хинчоу ушел? Да, но это так и не объясняет, почему ты живашка. Так прибейте ее. Ну и по классике, я вас отправлю в ад. Нет, не отправишь. Ой, надо же, отправил. А потому что не надо быть блондинкой. Так, а теперь сигай. Ползи. Не вставай. Казалось бы, все, но вдруг курьер пришел, видимо, забрать посылку обратно. Это ты. А может быть ты? Ставь отвален. Я пришел уничтожить тебя. Че ты раньше ждал? Диарутся они, кстати, долго. Причем каждый с лицом человека, страдающего запором. А книгу бросают в огонь. Книжку в камин бросить? Видимо, пизды от Эша больше никто не боится. И все, разумеется, живы. Что же можно сказать по итогу? Фильм просто прекрасен в своем жанре. Если воспринимать это именно как черную комедию с бюджетом в банку сгущенки. Если вы будете приступать к просмотру именно с таким настроем, то вы вполне можете получить постыдное удовольствие. Если же вам нужна логика происходящего, то это не сюда. Жанр не тот. Спасибо за просмотр. Поддержите меня всем, чем только можно. До скорой встречи, мои пушистые.